Обзор года в Северском районе занимает чуть больше получаса. В докладе главы важны показатели и цифры, которые отражают социально-экономическое развитие муниципалитета. В 2015-м построили больше 70 тысяч квадратных метров жилья. На 600 гектаров увеличилась пассивная площадь. Выросла заработная плата жителей в среднем сегодня на 30 тысяч 472 рубля. Основой экономики района по-прежнему остается промышленность. В отчетном году крупными и средними предприятиями района переработано 9 миллионов тонн нефти, произведено 39 тысяч кубических метров конструкций и деталей железобетонных, 400 тонн мяса и субпродуктов, 700 тонн колбасных изделий, цельномолочной продукции 1750 тонн, хлебобулочных и кондитерских изделий более 8 тысяч тонн. Говорит Адам Джарим и про инвестиции. В портфеле района соглашений больше чем на 15 миллиардов рублей. Получается, что на каждого жителя здесь приходится 130 тысяч рублей, почитывает в свою очередь губернатор Кубани. Это очень серьезный показатель, конечно, очень серьезный показатель динамики, развития, в том числе инвестиционной деятельности. Такой серьезный показатель должен серьезно отражаться на реальной жизни человека. Если у него 130 тысяч на него в год приходится, то, по крайней мере, на 130 тысяч он что-то должен вокруг себя получить, то есть каких-то изменений. Поэтому здесь для меня тоже показатель. Если такие рекордные цифры, то должна быть, по крайней мере, но не менее рекордная жизнь вокруг. Несмотря на перечисленные достижения, Северский район остается территорией с уровнем развития ниже среднего, отмечает Вениамин Кондратьев. Собственных доходов здесь меньше половины бюджета. Каждое пятое обращение от местных жителей в адрес главы региона в сфере ЖКХ. Перебой с водой и электричеством. По мнению губернатора, с этим район в одиночку уже не справится, как и в решении других проблем, которые стали носить общекраевой характер. Например, даже ликвидировав очереди в детские сады, в Афипском родителям приходится везти малышей за 15 километров. Это при том, что в самом поселке два детсада стоят закрытыми. Это не только касается Северского района. Мы очереди в детские сады ликвидировали, а нуждаемость в них остается. Когда каждая третья мама кричит о том, что все-таки я не могу сегодня устроиться на работу, потому что отвожу ребенка в детский сад на три часа, а потом обязаны его забрать, то это просто так. Профанация по большому счету. Если мы говорим, что ликвидировали очереди, значит они должны быть ликвидированы. А в первую очередь должна нуждаемость быть просто снята. По итогам отчета, работу главы района Вениамин Кондратьев и депутаты муниципалитета признали удовлетворительной. Но эта оценка, по мнению губернатора, должна стать толчком к дальнейшему развитию. Тем более, что сегодня у Северского района для этого достаточно резервов. Одно из преимуществ – близкое расположение к краевому центру. Но теперь местным властям надо определиться, как правильнее воспользоваться этим козырем, считает Кондратьев. Сегодня Северская еще пока не определилась на пригород или самостоятельный район. Я имею в виду здесь не по факту, а по жизни. Я вам хотел бы посоветовать, чтобы вы не были пригородом. Чтобы вы были не пригороде, а были самостоятельным районом. С своей экономикой, с доходами собственными. С изюминками, которые будут только в вашем районе. Но самую объективную оценку, конечно же, главе района сегодня ставят местные жители, которые, как никто, замечают любые изменения в родных станицах и поселках. Улучшение виднется, но именно в центре станицы видно улучшение. По окраинам было лучше походить. Детские площадки хотя бы появились для детей. И больше стало частных хотя бы, которые стало разрешаться. Детское творчество, спорт. Сразу-то не сделаешь так, чтобы было все везде идеально. Я думаю, время. Надо. Посмотрим, что дальше будет. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Северский район.